здравствуйте я вам предлагаю небольшое видео это будет гадание предсказание карт для весов на июнь 2021 года чудесный первый летний месяц теплый с розами и фионами с надеждами и отчаяниями немного первые три недели омрачит а наш статус жизненный ретроградный меркурий помните о нем ретроградный меркурий заставляет напрасно тратить деньги он заставляет обувь не своего размера покупать ну и дома тоже и так для весов предсказание будет на четыре темы у нас на работу на деньги на любовь и на семью вот так если интересно ваши лично жизненные простираются далеко-далеко куда-то охватывают там с собой немыслимые дали то это все тоже очень хорошо пусть это все будет но мы сегодня спрашиваем карты только про то что интересно всем про то что популярно и есть в каждом вот так ну что волнительный момент сначала про работу давайте спросим работа как ни крути волнует очень многие ну почти все да ну в этот раз весы наверное могут особо как раз за работу не волноваться почему потому что судьба взялась за вас судьба за вас все устроит высшие силы побеспокоятся поволнуются за вас позволите вы им это вот если бы речь шла не о вас а каких-то ваших соседей по зодиаку я бы засомневалась но весы точно смогут я знаю только вы умеете передать бразды положиться на судьбу довериться поверить высшим силам ангелом своим посмотрите какие карты вам выпадают они правда очень хорошие они немножко разные говорят про разные они такое в гладкую песню не складывается не темнее центральная карта колесо фортуна эту карту как правило люди и хотят увидеть жажду в личных раскладах потому что это судьба а если судьба то непременно счастливая колесико вертится и непременно вас подхватывает и на вершины ну карьерные подтягивает исполнение самой главной мечты а может вы об этом даже не мечтали может быть это судьба сама придумала даже ваших планах это не было это карьерный рост это новая работа мечты это какой-то ведь как карта император рядом это какой-то новый статус больше уважения у вас будет это должность но проще всего представить да новую должность когда больше уважения когда у вас как-то должность посерьезнее называются да и уже не заместитель директора директор а директор а вот кто-то старший безусловно это карьерный рост если вы жаждете его если вы ищете его ждете то вот пришло как раз время возможно за этот карьерный рост надо немножко похлопотать потому что вдруг семерка жезлов здесь появляется кстати она неплохая она немного такая описывает гонку за лидером она говорит вам кто-то хочет наступать на пятки то есть у вас есть вот карьерный рост но и чуть-чуть потолкаться локтями за эту новую должность тоже нужно сейчас лучше любые действия чем никаких не сидите не будьте пассивными помогите вот этому колесику колесу вашей судьбы продвинуть вас в карьере то есть сами тоже чуть-чуть помогаете знаете и это конкурентная карта она очень такая суетная спорная то есть спорте может быть вам чуть-чуть осталось до идеальной карьеры до места вашей мечты что осталось но поспорить с начальником подоказывать ему разложить по пункту почему именно вы достойны вот этой новой должности да ну я считаю что это все в очень рабочем режиме все понятно спокойно и допустимо это очень хорошие карты и они вы знаете еще хороши для новых начинаний судьба поможет если вы сейчас стоите на пороге какого-то там своего нового бизнеса карты вместе говорят поможет судьба закрутиться все это пойдет вам осталось только начать самое первое самое легкое самое незначительное усилие сделать хорошие перспективы да и для бизнеса и для новой работы безусловно да это то что должно быть это те карты которые мы собственно и ждем в зоне работа а не такие работой и измеряется дальше деньги вот заметьте кстати что в теме работа после не было денежных карт а это значит что пока временно в июне тема денег много мало на работу не влияет то есть то что вы выбираете сейчас в профессиональной сфере бизнес сфере это не совсем про деньги это может быть замахом даже каким-то большим или более отдаленным знаете на то есть вы выбираете не деньги вы выбираете карьеру с большой буквы к или будущее будущее такое и это бизнес может быть вот например открытый новый бизнес тоже может быть такой который на завтра денег то и не принесет по крайней мере прямо в июне уже но это большой проект это такая махина которая когда-то окупится должно пройти время а теперь непосредственно состояние вашего кошелька мы оценим все те же карты тару кровь у меня в руках друзья без сын нет опять откровенно денежных карт не могу я все-таки при всем желании вам прям вот описать денежную сумму которую вы трогаете руками кладете в карман все неплохо все довольно так живо у вас за деньгами это явно не катастрофа не потери медицы но есть одно но опять так же как на работу семерка выпадала а на деньги девятка вам выпадает карта опять суетная карта личной силы вот эта девятка она говорит ради денег придется стараться буквально вам советую хотите денег старайтесь опять расталкивать кого-то локтями опять заявляйте свои интересы опять не щадите живота и времени двойка мечей рядом предупреждаю сейчас любой денежный выбор каким бы соблазнительным он не казался не может быть сделан чтобы вы не выбрали сейчас про свои деньги там покупать не покупать продавать не продавать вкладывать дарить не дарить не знаю врать в долг возвращать вот любой этот выбор вы должны об этом думать но вы не должны его сделать двойка мечей описывает такие ситуации когда 7 раз отмерь но не отрезай вообще ни одного раза не отрезай вот старайтесь ради денег и ничего фатального крупного не решайте не принимайте решение связано с вашими деньгами потому что несколько застойная ситуация в этой связи наблюдается связанность несвобода некоторая ваша жертвенность ожидания невозможность выбирать вот в целом вот карты описывают во первых необходимость ваших стараний ради денег а во вторых необходимость ждать и терпеть крупные проекты связанные с деньгами отложатся вы ничего с этим сделать не сможете и придется только ждать но это и хорошо иногда вот это бездействие которое буквально навязывает нам вселенная да не иногда всегда это оно только нас бесит а на самом деле оно очень плодотворное правильное застой в денежных делах ну нет застой это совсем другой не то слово отмотайте назад не застой не то сказала скорее невозможность движения но это уже совсем другой и теперь любовь чудесный романтический июнь какие любовные переживания принесет весом зачем я сказала слово переживание лучше бы сказала счастье сколько счастья вам принесет июнь вы знаете правы переживания десятка мечей здесь есть такая карта которая как эти плохие предсказания себя сбываются вот некоторые карты особенно которые они проигрываются всегда чем хорошие десятка мечей здесь есть как знак конца кризиса увы конец отношений может почитание из карты отшельник действительно они описывают расставание неизбежное продуманное но от этого минимума все-таки расставание поэтому если вы имеете какую-то любовную историю слабенькую пустую какой-то неразвивающуюся не застойную что ли то может оно и в худшем пусть оно и уходит в общем конец отношений карта описывает конец отношений но не спешите пугаться а хотя вот если вы одинокие весы да если вы сейчас сказали а мне хорошо у меня нет отношений и ничего не кончится но знаете кончится все равно потому что вместе эти две карты описывать кризисные перемены тогда одиночество ваших кончится вот тогда вот для одиноких вопрос о чем вы задаете вопрос например если вы спрашиваете будет ли новое знакомство романтическое я вам скажу да будет потому что вас ждут перемены и одиночество в нынешнем виде у вас точно не поддержите не состоится но не продолжится новое романтическое знакомство кстати с весьма брачными перспективами а вот если вы спрашиваете про историю которые уже есть как будут продолжаться отношения помиримся мы не помиримся помиримся в какую сторону в какую сторону движется эта вся любовная история вот тут я вам скорее скажу что ждите кризиса или мы же совета в основном карта оцениваем правда же оцениваем с этой карты или постарайтесь избегать кризиса если если в июне вы не договоритесь и кто-то уйдет то если он уйдет это навсегда так что просто не дай ему уйти вообще карты к замужеству выбрали на самом деле я по своей давней пессимистической привычке рассказываю вам самое худшее самый худший сценарий которым здесь карты могут предположить ну именно в общем таком года небольшом вот а вообще-то карты к замужеству они говорят девушка замуж выйдет в самом скором в риме в общем так или расстанетесь или пожелитесь или она я ее веду в загс или она меня ведет в общем вот так очень такой в плане любви в плане личных романтических отношений очень такой месяц который прям делит до и после вот как прежде не останется ничего в вашей личной жизни вот либо расстанетесь или поженитесь ну и то и то правильно браки совершаются на небесах мы не вольны там все что все высшая сила как за вас придумали и дальше у нас семья семья быт родственники старшие младшие как вам заниматься домашними делами и заниматься ли у вас идет новость связанная со старшим родственником и с младшим тоже представляете есть две фигурные карты и есть карта суд в центре как неожиданность как письмо телеграмма сообщения перемены неожиданные события известия ожидаемые неожиданные одновременно вот этим всем будет насыщена ваша семейная жизнь мы как правило семью про дом говорим в контексте бюджет ну вот бюджет что там будет с деньгами куплю не куплю хватит не хватит тут вообще карты не про деньги вообще не до денег будет некогда будет там считать хорошо и плохо вы живете потому что очень много сообщений очень много перемен связанных как с молодыми родственниками вашими так и со старыми вот он иерофан это самый старший старший мужчина в семье и он либо уезжает куда-то либо не знаю меняет работу сообщает вам что-то такое вот в общем это ну можно сказать происшествие дома в семье ну скорее происшествие хорошее интересно что у вас здесь есть еще и младшие герои знаете как одновременно у вас и дедушка женится и и внук тоже в общем да вот так вот ну то есть какая-то связь поколений или смесь каких-то как-то сталкиваются или объединяются скорее не сталкиваются это плохо да как-то скорее объединяются интересы поколений советы карт нет советов вот такие старшие карты вот эти старшие арканы это же карты козыри они всегда описывают то что происходит без вашего выбора без вашей воли какие-то могут быть советы это новость сваливается на вас как гром среди ясного неба ну вы можете только не знаю ну как философ отнестись там скажем с пониманием будьте готовы к этим обновлениям я вам тоже не скажу потому что в этом не было бы интриги да тогда тогда бы другая если бы если бы к этому можно было подготовиться тогда бы выпала бы вам и другая карта спасибо что смотрите мои видео подписывайтесь на канал спасибо и увидимся не знаю что это Продолжение следует...